В эфире Радио Свобода. Программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня в нашей программе в гостях экономист и политик Сергей Алексашенко и финансовый аналитик Сергей Хистанов. Мы сегодня поговорим о бюджете, о газе, о нефти, о королях госкомпании, спрятанной в офшорах капусте. Ну что ж, начнем с сенсации недели мирового уровня. Опубликованы расследования об офшорных компаниях банкиров, политиков и миллиардеров Pandora Papers. В списке, например, управляющих Первым каналом Константин Эрнст или глава Ростека Сергей Чемизов и многие другие, которые попадают под огонь критики канала Алексея Навального. Начнем с Константина Эрнста. Бессменный гендиректор Первого канала. Он является бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах. Глава Ростека Сергей Чемизов. Близкий друг Путина еще по службе в Дрездене. Семья Сергея Чемизова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе яхту и виллу в Испании. Согласно выписке из судового реестра Сен-Висенте и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов. Любовница Владимира Путина Светлана Кривоногих. У Светланы Кривоногих, которая является матерью третьей дочери президента Путина, есть оформленная на офшор квартира Монако стоимостью 3,5 миллиона евро. Ну вот такие новости, их можно было бы перечислять. Там не только, конечно, российские политики. Есть и представители Украины, и других стран, и Чехии. Но видные политики, бизнесмены. Вопрос Сергея Алексашенко. Добрый день, Сергей. Ну вот о чем говорит тот факт, что на первом месте в этом досье Пандоры по числу олигархов и чиновников, которые пользуются офшоры, как раз россияне, если я не ошибаюсь, там порядка 50 человек. Добрый день, Михаил. Ну, в украинской прессе звучит, что больше всего здесь украинцев. Поэтому наши две страны, они, что называется, действительно братские с точки зрения веры в судебную защиту прав собственности и в добросовестность государства по отношению к твоим активам. Ну, а также с точки зрения того, что многие государственные чиновники, руководители государственных компаний, в общем, как-то предпочитают иметь большие незадекларированные доходы и прятать их подальше от зорких глаз Владимира Путина. Ну, или, соответственно, там украинского президента. Но, в принципе, я бы сказал так, что ничего вот катастрофически нового мы про Россию точно совершенно в этот раз пока не узнали. Правда, в свое время в первой статье Washington Post по поводу вот этого Pandora Papers было сказано, что мы вам покажем, как российские олигархи прячут деньги от американских санкций. Поэтому, может быть, мы увидим что-то еще, не знаю. Но, понимаете, как поверить в то, что Сергей Чемизов, руководитель Ростеха, который контролирует, там, не знаю, полторы тысячи крупнейших российских предприятий, которые контролируют экспорт российского оружия, является бедным человеком. Но достаточно посмотреть на его костюмы, галстуки, часы, и становится понятно, что, в общем, ну, человек далеко не бедный. И сумма, там, 22 миллиарда рублей активов, ну, подумаешь, там, каких-то, там, не знаю, там, 300 миллионов долларов. Ну, в общем, конечно, человек мог бы иметь и побольше. Может быть, это просто какая-то часть его активов. Ну, точно то же самое и Константин Эрнст, который является руководителем, там, крупнейшей российской телевизионной компании, участвует в инвестиционных проектах, соответственно. И мне кажется, что, вот, важно, с точки зрения Эрнста, да, или, там, анализа того, что о нем стало известно, что российские бизнесмены, даже очень близкие к власти, предпочитают структурировать свои отношения вне российской правовой зоны. Да, то есть, вот, английское право, офшорные компании, ну, и, соответственно, там все споры, там все деньги, там все активы, ну, и так далее. Но я бы сказал так, что жизнь продолжается, и российские, украинские, там, чиновники, олигархи, министры, бизнесмены будут продолжать хранить свои активы или, там, регистрировать свои активы за границей до тех пор, пока у них не будет, ну, хорошего, там, глубокого доверия к своей судебной системе. Ну, то есть, это, на ваш взгляд, все-таки не попытки скрыться от общества, а вот желание, так сказать, увести часть напиленного через такие не очень прозрачные схемы от непредсказуемых российских или, там, я не знаю, украинских силовиков. Ну, очевидно, да, что то, что делает Чемизов, да, это, скорее всего, ну, скорее всего, это точно совершенно попытка увести свои активы от глаз общественности, ну, а также подальше от родины. Вопрос, прячут ли они хорошо или не прячут хорошо, это нужно задавать руководителю Российской налоговой службы и спросить, платят ли господин Чемизов и его родственники налоги из тех активов, которые записаны на них, есть ли разрешение у них на открытие счетов, были ли переводы за границу, были ли уплачены налоги с этих сумм, но подозреваю, что даже если вы напишите очень подробный запрос в российскую ФНС, то вы, скорее всего, получите отписку, что это банковская или налоговая тайна, и она не подлежит разглашению. Да, вот, насчет участия Константина Эрнса в реконструкции, там, московских кинотеатров, мне кажется, нужно было просто поспрашивать участников рынка этого. Я думаю, что они бы рассказали, что это не является таким большим секретом от профессионального сообщества. С точки зрения российского общественного мнения, ну, в общем, на самом деле, мне кажется, что это персонаж, но он привлекает к себе внимание, скорее всего, тем, что он делает на телеканале, а не тем, как он управляет своими активами. Ну, тем более, давайте все-таки говорить честно, да, там, активы — это московские кинотеатры и там строительство чего-то на их месте. То есть, в принципе, в отличие от Чемизова, который покупает там квартиры, особняки, яхты, самолеты и держит их за границей, Эрнс, ну, в хорошем смысле инвестирует в Россию, да, что называется национализация незаконно или законно заработанных денег. Ну, я, правда, заметил в этом случае, что снос части, как минимум, кинотеатров — это снос определенных строений, которые часть архитекторов и специалистов считают достойными сохранения. То есть, а здесь строятся безликие совершенно торгово-развлекательные центры. Ну, в общем, не очень, так сказать, хорошо выглядит с точки зрения общества. Ну, это вопрос к московским архитекторам, которые, с одной стороны, разрешают сносить старые здания, которые, возможно, представляют архитектурную ценность, а с другой стороны, разрешают строить безликие или даже, мягко можно сказать, ужасные вот эти же бетонные стеклянные металлические коробки. Ну, собственно говоря, такого количества архитектурного уродства, как в Москве, еще поискать надо в других городах, крупных городах мира. Поэтому, вы знаете, ну вот я бы не стал обвинять в этом Эрнстаса-товарища, но подумал, что у людей отсутствует архитектурный вкус. Или они решили сэкономить на том, чтобы нанять хорошего архитектора, который бы сделал им красивое здание. Ну, вот эта претензия, я бы сказал так, к московским властям, да, которые разрешают строить вот эти уродства в нашей столице. Я Сергею Хистанову хотел бы спросить, тоже добрый день. Сергей, скажите, а вот в этом бизнесе Эрнста есть такой элемент интересный, это то, что он ведется, я так понимаю, на государственные деньги. То есть это кредитуется, если я не ошибаюсь, ВТБ, госбанками. Вот другой бы человек получил бы кредиты под такие проекты? Это очень сильно зависит от деталей конкретного проекта, поэтому так вот без какого-то подробного изучения объективно ответить на ваш вопрос, к сожалению, невозможно. Потому что любой девелоперский проект содержит очень много нюансов, и без их детального изучения, естественно, никакой банк кредит не будет. Вот насколько выгодно иметь офшорную компанию в России, так сказать, человеку, который российский бизнесмен? Это дополнительные хлопоты или это, наоборот, налоговые какие-то облегчения? Это сильно зависит от сектора бизнеса и сложившихся там традиций. Вот в 90-е годы практически трудно было назвать хоть сколько-нибудь крупный бизнес, который не обладал бы, как правило, даже не одной, а несколькими офшорными компаниями. Но начиная с начала 2000-х годов и особенно после 2008 года, давление на офшорные компании, причем не только со стороны российских властей, но и со стороны практически всех стран мира, заметно возросло. В результате, после 2008 года, произошел такой достаточно массовый процесс отказа значительной части российских бизнесменов от использования офшорных компаний. И сейчас они остались у достаточно небольшого количества бизнесменов, которые юридически крайне корректно проводят все операции с офшорными компаниями. Поскольку вот той вольницы и той настоящей тайны офшорных компаний, которая была когда-то, хорошо или плохо, но давно уже нет. Вопрос Сергея Алексашенко. Ну вот, например, зачем Герману Грефу было открывать семейные офшорные компании в Сингапуре? У вас есть какое-то понимание? Михаил, ну я вот уже говорил, и на самом деле хочу немножко с Сергеем, ну с моим коллегой Чёрской поспорить, да, что офшорные компании, они же все существуют в юрисдикции, где используется английское или американское там право. И в этом отношении защита прав собственности там построена, ну вы будете спорить в суде Лондона или в суде Нью-Йорка. И, соответственно, если вы делаете проект с какими-то партнерами, в общем, которым вы там не очень доверяете, или с которым у вас сложные отношения, или даже очень хорошие отношения, не знаете как, хочешь испортить отношения с товарищем, дай ему в долг. Да, поэтому вот оформление соглашений инвестиционных, вот, например, как у Эрнста в офшорной юрисдикции, это защита прав собственности, это возможность оспорить ситуацию, если кто-то посчитает, что там обязательства сторон по договору были нарушены. И мы, собственно говоря, видим, да, что в суде Лондона время от времени идут споры между там российскими крупными бизнесменами, между украинскими крупными бизнесменами. Поэтому я бы не стал вот так однозначно говорить, что офшоры сегодня не пользуются спросом, пользуются, если вам нужны вот сложные инвестиционные контракты. Для чего Герман Греф открывал в Сингапуре, там еще где-то он в Самоа, еще где-то. Ну, очевидно, что главная задача была то же самое, уйти в юрисдикцию английского права, потому что нужно напомнить, что Ли Куан Ю, когда он реформировал Сингапур, он оставил высшей судебной инстанцией этого государства Верховный суд Лондона. То есть там все построено по английскому праву, и в итоге вы спорите в Лондоне это высшая судебная инстанция. И, соответственно, если Греф вдруг захотел создать семейный траст, или куда-то там активы для обеспечения жизни своих потомков, ну, в общем, Сингапур не самая плохая юрисдикция. Это, опять-таки, это же происходило где-то в 2013-2014 году, но считалось, что это далеко от Европы, что там, глядишь, и не все увидят. Ну, вот, поэтому, мне кажется, опять, вот главное это юридическая защита активов. Ну, а выгода? Вот я где-то читал, что российский бизнесмен может иметь офшорную компанию, и сколько бы она ни заработала, ему достаточно платить не там 20-30%, а какую-то фиксированную сумму в год, и он будет чист перед налоговыми службами. Это так или нет? Да, Михаил, абсолютно вы правы. Это существует в России такой закон имени друзей Путина. Его лично Владимир Путин объявил, что это называется контролируемая иностранная компания. В принципе, доходы этой компании, такой офшора, должны включаться в вашу налоговую декларацию, ну, и облагаться налогом по ставке, соответственно, там 15%, да, сначала 13%, а потом 15%. Но чтобы, друзья, Путина и российские олигархи не платили слишком много, Путин поставил им верхнюю планку, которую нужно платить 5 миллионов рублей в год, ну, по нынешнему курсу это около 70 тысяч долларов, ну, и, соответственно, вот после этого делай, что хочешь, да. То есть ты можешь заработать миллиард долларов и заплатить всего 70 тысяч налогов и быть абсолютно чистым перед российским бюджетом. Сергей Ахистанов, так получается все-таки это выгодно, значит, несмотря на какие-то хлопоты, можно, значит, вот за 70 тысяч долларов в год действительно жить спокойно, если тебе разрешил, конечно, так сказать, главный человек в стране. Абсолютно верно. Но когда я говорил о популярности офшорных компаний, я имел в виду, что до начала 2000-х можно было иметь офшорную компанию с гораздо меньшим бюджетом, чем сейчас. И, соответственно, популярность использования офшорных компаний была на порядок больше. Я помню времена, когда стоимость обслуживания, фиксированная годовая плата была в районе чуть больше 4 тысяч долларов и никакого налога на прибыль не существовало в принципе. Вот эта вольница, она достаточно давно закончилась. Сейчас же, да, для компании с более серьезным бюджетом вот это вот ограничение фиксированного платежа действительно позволяет там платить достаточно небольшие по меркам офшорного бизнеса деньги за то, чтобы иметь полностью юридически корректную прибыль в офшорной юрисдикции. А на ваш взгляд, где самые лучшие, так сказать, условия сейчас, чтобы открыть офшорную компанию? Ну, я не специалист вот именно по офшорному бизнесу. Я вот просто в силу того, что в 90-е годы работал в банках, когда офшорная тема была популярна, поэтому я очень хорошо знаю реалии вот той эпохи, а последними новинками владею в бюджетности. Сергей Иванович, а вы что скажете, где это лучше бы спрятать? Говорят, в Америке есть какой-то штат, кажется, Южная Дакота, где неплохо там прячут. И даже вот российские сейчас пропагандисты, они говорят, а как же так? Вот там показали и российских бизнесменов, и украинских. А где американские товарищи, которые прячут свои капиталы? Вот слова ваших друзей, российских бизнесменов, они сильно похожи на всю российскую пропаганду, которая вроде как чуть-чуть правды, а дальше идет полное непонимание, ну или незнание, или откровенное вранье. Действительно, в Америке есть штат под названием Деловер, находится между, ну там ближе к Вашингтону, но между Вашингтоном и Филадельфией. И в этом штате регистрируются компании, там значительная часть американских компаний регистрируется там. И штат Деловер не берет с них налог на прибыль, потому что, ну это такая внутренняя, как бы, внутренний офшор. Но при этом в Америке существует достаточно жесткое законодательство, что если ты как компания работаешь в каком-то штате, то ты обязан там создать представительство и платить налоги. То есть это не является уклонением от налогов масштабы всей страны. Вот. А почему в Деловере? Не потому, что там низкие налоги, но, собственно говоря, это опять, если ты работаешь в каком-нибудь Южной Дакоте, а регистрируешься в Деловере, да, то все равно в Южной Дакоте будешь платить налоги. Просто в Деловере традиционно сильные, ну в российском понимании, арбитражные суды. Суды, занимающиеся различными вопросами экономических споров. И просто вы понимаете, что если у вас есть проблемы, то вы будете судиться в этом штате, и будет очень квалифицированный судья, который будет рассматривать ваши вопросы. Вот такая вот как бы специализация штата на рассмотрении экономических споров. Поэтому вот единственное, да, то есть это точно совершенно не уход от налогов, а вот выбор той юрисдикции. Опять, смотрите, да, речь идет о том, что суды, которые, ну все верят, да, что они честные, объективные, компетентные, и самые сложные споры рассмотрят на основании, там, договора и закона. Да, то есть основная задача офшоров, ну вот таких, о которых мы сейчас говорим, легальных офшоров, которые создаются и компаниями, и, там, людьми, это иметь защиту прав собственности. Ну а страна какая все-таки дает лучшие условия? Если вы хотите иметь легальный офшор, ну что называется, вот такой чистый, прозрачный, о котором вы будете сообщать в российскую налоговую службу, да, что это ваша компания, то, скорее всего, это английские острова, там, типа Джерси, да, и вы будете судиться в Лондоне. В принципе, можно создавать в Нидерландах, но там больше для компаний, чем для физических лиц. Если вы хотите судиться в Америке, то это вот Карибский бассейн, там, BVI, Багамы, Пермуды, Терксенкайкас и так далее. Ну, если вы хотите, как это, экзотики, то можете в какую-нибудь, не знаю, Самоа, да, Вануату, ну, и в надежде на то, что вот найдете какие-то островные государства, которые не присоединились вот к этой борьбе ведущих стран про отмывание доходов, про раскрытие офшоров, ну, то есть в надежде на то, что еще несколько лет вам удастся прятаться от налоговых служб. Ну, а вот эта подруга Путина, она там владела через офшор квартиры в Монако, а ей-то зачем было прятаться? Ну, купила бы квартиру и все. Я думаю, что вообще у нее не было выбора, да, потому что ей, что называется, эту квартиру подарили или передали. Да, во Франции и Монако, которые, ну, в общем, используют значительные части элемента французского законодательства, из налоговых соображений выгодно приобретать квартиры, особенно дорогие квартиры, или шале, или замки, или дворцы, на компанию, а не на физическое лицо. Просто вы получаете там вычеты налог на добавленную стоимость, ну, и имеете прочие налоговые льготы. То есть это опять налоговая оптимизация, ну, и, соответственно, вам проще передавать недвижимость из рук в руки. Вы просто передаете права собственности на компанию, а здание, квартира, замок, дворец уже висит на этой компании. Поэтому я думаю, что у нее просто не было выбора, почему изначально так было сделано. Опять налоговые соображения. Да, ну, в общем, это все, каждая история, она имеет свою, как говорится, историю. Я еще хотел бы Сергея Хистанова спросить. Вот все-таки эта тема, она имеет отношение к тому, что называется оттоком капиталов из России? Или это какие-то частные, частные такие случаи, но вот люди скрывают свое такое избыточное красивое потребление? Мне кажется, что это достаточно косвенное отношение имеет к оттоку капитала, хотя понятно, что часть капитала, который уходит из России, как раз вот таким образом и легализуется. Но основной фактор, который формирует такой интерес к использованию офшорных компаний, это, как в самом начале абсолютно правильно сказал Сергей, это защита права собственности. Потому что если права собственности решаются в тех юрисдикциях, где они традиционно очень хорошо защищены, будь то Лондон, будь то Нью-Йорк, то, естественно, уверенность в том, что эти права не пострадают, гораздо выше, чем, допустим, если речь идет о российской или украинской юрисдикции. Забыл, кстати, Сергея Алексашенко спросить про Украину. Все-таки как на Украине или в Украине отклик на эти разоблачения? Там же и президента Зеленского упоминают, как человека, который подарил часть, я так понимаю, своего офшора партнеру. Особого, я бы так сказал, что скандала пока не видно. Естественно, что президент Зеленский и его офис утверждают, что там все чисто, все в порядке, что у президента Зеленского, что все документы вот этого Пандора, ящика Пандора относятся к периоду до избрания Зеленского президентом, что он подарил свою долю в офшоре, на которой заходили доходы от продукции квартала 95, за использование, ну, за royalty и прочие доходы. Вот, своему другу и партнеру Сергею Шефиру, который сегодня является его помощником. А в Украине соответственно, трансформация администрации президента в офис президента, что было сделано буквально в первые дни президентства Владимира Зеленского и его тогдашним главой Богданом, сделало так, что вроде как вот офис президента это не государственные чиновники. Поэтому на Шефира, на Сергея Шефира все эти ограничения не распространяются. И сегодня дискуссия в Украине идет относительно того, сообщил ли Владимир Зеленский в своей декларации за 18-й и 19-й год, что у него были эти офшоры. Но эти декларации, которые сдаются в агентство по предотвращению коррупции, являются закрытыми. И, соответственно, агентство сказало, что мы будем эти данные проверять. То есть нет, вот повторюсь, никто не говорит о том, что сегодня у Зеленского есть офшорные компании. Все согласны с тем, что документы, которые показаны, говорят о том, что он свою долю подарил. Опять в этих документах сказано, что доходы от вот тех прав, которые были у Зеленского внутри этой компании, поступают на счета его жены, что вроде как не нарушает украинского законодательства. Но вот вопрос о том, отразил или не отразил это в своих декларациях за 18-й и за 19-й год, когда он подавал документы для избрания президентом. Пока ответа на этот вопрос нет. И вторая часть, опять мы о ней сегодня уже говорили, заплатил на Зеленский из этих сумм, которые он получал там в 18-м, 19-м году. Ну и соответственно его жена платит ли налоги. Опять пока никаких сообщений от фискальной службы украинской не было, но из моего общения в Киеве мне было сказано еще во время избрания из президентской компании Зеленского, что он является одним из крупнейших налогоплательщиков физических лиц в Украине. Поэтому, наверное, следует сделать вывод, что он платил налоги достаточно честно. А агентство, оно подчиняется президенту или оно независимое? Нет, оно независимое. Национальное агентство по предотвращению коррупции, оно самостоятельный орган. Вот здесь, в Украине, такая большая, несколько организаций. Это вот агентство по предотвращению коррупции, это Национальное антикоррупционное бюро, которое ведет расследовательскую деятельность, это антикоррупционная прокуратура и антикоррупционный суд. Да, вот такая, как бы, четыре конструкции, сдержки, противовесы. Каждый из них занимается своим направлением и все вместе должны бороться с коррупцией. Иногда получается, иногда не очень. Ну что ж, и еще вопрос, все-таки я вернусь к оттоку капиталов из России. Все-таки, сейчас-то российская экономика продолжает, как дырявое решето, через которое утекают деньги действовать, или вот вся эта борьба за национализацию элит и их, так сказать, доходов, она в каком-то смысле для Путина оказалась успешной? Если мы рассматриваем случаи, да, вот то, что происходит там с активами Сергея Чемезова, когда он их накапливает за границей, это отток капитала из России. То, что делает Константин Эрц, ну вот судя по тем бумагам, которые опубликованы, здесь оттока капитала нет, потому что наоборот деньги инвестируются в России. В целом, нужно хорошо понимать, что отток капитала это категория платежного баланса, и в котором есть счет текущих операций, ну очень грубо, это торговля, товарами, услугами, это процентные платежи, и это зарплата. И есть счет капитала, кредиты, облигации, покупка акций. И в результате у каждой страны должен получиться ноль. То есть, если у вас плюс по счету текущих операций, то у вас должен быть минус по счету капитальных операций. То есть, Россия, у которой экспорт превышает импорт, соответственно, у нее образуется избыток валютных средств, и если весь этот избыток не покупает Центральный банк, то оставшаяся часть по разным каналам, возможно, даже очень там легальным, да, и ничего плохого в этом нет, она называется отток капитала. Ну, для понимания, вот все те валютные счета, которые есть у российских граждан, в российских банках, наличная валюта, которая держится российскими гражданами, это все называется отток капитала. Российские компании, которые держат валютные счета в российских банках, российские банки, которые держат корреспондентские счета в иностранных банках, это тоже называется отток капитала. Поэтому у России очень сильный платежный баланс с точки текущих операций, экспорт всегда превышает импорт, поэтому вот, ну, отток капитала из России продолжается, потому что страна непривлекательная, и она там не может, собственно, это же может исчезнуть, только в том случае, Если в Россию пойдут прямые иностранные инвестиции, начнется массовая закупка импортного оборудования. Вот тогда этот счет может перевернуться. И тогда Россия станет страной для привлечения капитала. А пока капитал уходит, ну и дальше, как говорится, мы будем с вами искать разные оттенки серого, что является легальными схемами, что является нормальными схемами типа валютных депозитов граждан. Кстати, они не растут в последнее время. А что является ненормальным? Как там ошибки, пропуски или покупка финансовых активов за границей. Поэтому здесь опять короткий ответ. Да, ток продолжается, но ничего не меняется. Ну вот я думаю, что здесь мы можем переключиться с офшорной темой на Россию и на прогнозы, поскольку власти стали заниматься, так сказать, бюджетным процессом. Что-то такое говорят тем людям, которые изображают из себя депутатов. Ну вот, например, министр финансов Антон Силуанов убеждает россиян сейчас, что все, в общем, вполне хорошо идет. Давайте посмотрим видео. Несколько слов об экономических условиях, в которых формируется и формируется проект бюджета на предстоящую трехлетку. В целом мы видим, что экономические условия достаточно благоприятные. Экономика восстановилась, а ее устойчивость усилилась. Уровень деловой активности за вычетом нефтяного сектора, потому что у нас действуют еще ограничения на добычу в рамках соглашения ОПЕК, мы его можем для чистоты исключить, достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года. А к концу первого полугодия текущего года экономика преодолела допандемийный тренд, что тоже очень важно. При этом восстановление отечественной экономики происходит по сравнению с другими странами более динамично. И это касается и экономики, берем показатель вал внутреннего продукта и промышленного производства, инвестиционной деятельности, потребительского спроса, занятости. По всем этим позициям мы, если посмотреть на мировую экономику в целом, выглядим очень и очень хорошо. Ну вот Антон Силуанов говорит, что Россия выглядит очень и очень хорошо, экономика восстановилась, устойчива, деловая активность тоже на высоком уровне и на фоне Запада. Все выглядит прекрасно. Вопрос Сергея Хистанова. Вот этот вот благостный сценарий, скажем так, он соответствует реальности? Как хорошо сказал один герой бессмертного советского фильма, вот не надо путать свою шерсть с государствами. Если речь идет о федеральном бюджете, если речь идет о крупном бизнесе, который в основном России так или иначе принадлежит государству, то применительно вот к этим экономическим субъектам можно сказать, что действительно то, что сказал министр финансов, соответствует действительности. А вот частный бизнес, особенно тот частный бизнес, который зависит от, собственно говоря, граждан, как потребителей продукции, товаров, услуг этого бизнеса, вот там ситуация, конечно, менее благостная. Поэтому тут надо четко различать, что для большей части российской экономики, а в России по разным оценкам степень огосударствления экономики доходит, наверное, процентов до 70. Вот так вот для этой части действительно все в основном хорошо. Ну, а тот бизнес, который никоим образом государством не связан, чувствует себя гораздо менее уверенно, чем бизнес крупный. Причем интересно, что достаточно большое количество людей, вот если вклад в ВВП чисто рыночного частного бизнеса не очень велик, то людей там, особенно в сфере услуг, работает достаточно много. Поэтому наблюдается вот такое вот противоречие. У большей части экономических субъектов положение дел хорошее, ну, а у граждан, наверное, соотношение обратное. Вопрос Сергея Алексашенко. Сергей Иванович, а что вы скажете? Вот общая ситуация как там? На нефть цены растут, на газ в Европе бьют рекорды, там что-то такое 1600 за 1000 кубов исторический максимум. Может, мы пока с вами разговариваем, еще поднялись. То есть деньги опять хлынут нефтегазовым потоком в Россию, и опять властям не надо будет думать ни о каких вообще реформах, да и налоги не надо будет, может быть, повышать. Ну, Михаил, послушайте, вы как-то не очень хорошо понимаете логику российских властей. Первое. Налоги повышать надо. Это позиция министра финансов Силуанова, это позиция первого вице-премьера Белоусова, это позиция премьера Мишустина, это позиция президента Путина. То есть посмотрите, там в 2018 году было объявлено, что после повышения НДС никакого другого повышения налогов не будет, но у нас уже появилась 15-процентная ставка для подоходного налога, появился налог на крупные депозиты. Вот сейчас повышение налогов на добычу полезных ископаемых для не нефтегазовых компаний, для металлургов или производителей удобрений, да, соответственно, вот поэтому мне кажется, что это такой вот у них спорт, повышение налогов, это просто, что называется, как это, имманентно присуще, да, у них ген такой есть, там, здраные овцы, хоть шерсти клок. Второе, насчет того, нужно или не нужно беспокоиться российскому бюджету, российскому министру финансов о благополучии бюджета. Ну, беспокоиться не нужно, потому что благодаря бюджетному правилу, который существует уже несколько лет, в бюджете 2022 года, следующего года, в расходную часть, на расходы идут доходы от нефти, цена которой не превышает 44 доллара 20 центов. То есть, вот, если там налог на добычу полезных ископаемых, экспортная пошлина, пересчет налога на добавленный доход, вот все в пределах 44 доллара 20 центов. Каждый цент цены нефти свыше этого уровня дохода бюджета, они отправляются в фонд национального благосостояния, то есть в кубышку. Да, поэтому, вот, для расходов российского бюджета стоит нефть 45, 60, 80 или 90 долларов, вообще говоря, все равно. Да, вот, сумма расходов бюджета от этого не меняется. Поэтому, хорошо Газпрому, хорошо нефтяным компаниям, которым, в общем, достается какая-то существенная часть этих доходов, но российским гражданам, российскому обществу, там, российской социальной инфраструктуре, медицине, здравоохранению, культуре, спорту, ну, от этого ни жарко, ни холодно, ну, наверное, просто зависть берет и все. Ну, я бы все-таки как-то не сказал бы, что ни жарко, ни холодно. Вот то, что я вижу по публикуемым текстам с бюджетными проектировками, меня, например, беспокоит, поскольку, например, урезаются расходы на медицину, хотя никакая пандемия не завершилась, а, например, увеличиваются на 17% расходы на армию и на полицию. То есть, в общем, этот бюджет выглядит, по крайней мере, на следующий год как военно-силовой. Не совсем корректное сравнение, потому что расходы на оборону и на силовиков, они практически все лежат на федеральном уровне, но я с вами соглашусь, что тот рост расходов, который предусматривается, ну, он, конечно, запредельно высокий, превышает общий темп роста расходов бюджета. Другое дело, что расходы на медицину, это нужно считать федеральный бюджет, это нужно считать федеральный фонд медицинского страхования, это нужно считать региональные бюджеты, региональные фонды медицинского страхования, да, то есть такой вот, он как бы размазан на много-много составляющих, и федеральный бюджет – это далеко не главная компонента в этих расходах, да, поэтому, ну, вот так вот прямо в лоб я бы не стал сравнивать, да. Ну, есть еще и сокращение расходов на социальную политику, есть какие-то госпрограммы урезания. Я Сергея Хистанова хотел бы спросить, тоже, я не знаю, видели вы, наверное, тоже эти Минфиновские, так сказать, проектировки. Что вы скажете, вот как вы видите эти проекты, почему они становятся именно такими с поворотом к выплатам там силовикам, и так далее, кстати, га по пенсионерам тоже интересно. Там увеличение расходов на военных пенсионеров, и в то же время и пересчет количества пенсионеров вообще, как будто они действительно слегка вымрут, но и сокращение расходов на выплаты пенсии предполагается. Наверное, главный тренд, который, кстати, сформировался уже достаточно давно, это формирование бюджета таким образом, чтобы максимально усилить устойчивость федерального, прежде всего федерального, хотя, конечно, и консолидированного бюджета, к любым внешним шокам. Один из интересных показателей, причем довольно уникальных, не характерных для других стран, это, несмотря на пандемию, несмотря на все сложности последних лет, у нас растут международные резервы. У нас международные резервы недавно обновили исторический максимум. То есть наблюдается парадокс, если большинство других стран, неважно, достаточно стран с высоким доходом, с низким доходом, наращивают дефицит бюджета, тратят международные резервы, если у них они есть, то мы действуем ровно обратным образом. Мы стремимся к бездефицитному бюджету, скорее всего, благодаря цене на нефть, у нас год будет закрыться профицитом, то есть вместо дефицита 2,4%, который закладывался на текущий год, скорее всего, мы выйдем в профицит, благодаря тому же самому бюджетному правилу. И одновременно у нас растут международные резервы. Вот такая конфигурация, жесткий бюджет и рост международных резервов однозначно указывает на то, что в качестве базового сценария, что нас ждет в каком-то обозримом будущем, те, кто, соответственно, верстают и утверждают бюджет, очень серьезно рассматривают возможность каких-то внешних шоков. К сожалению, из анализа бюджета трудно сказать, о каких внешних шоках идет речь, но тем не менее направленность бюджета на обеспечение очень высокой устойчивости к внешним шокам, вот она видна невооруженным глазом. С одной стороны это как бы хорошо, но с другой стороны оборотная сторона такой жесткости, это замедление темпов экономического роста, которые и без того у нас, начиная с 2013 года, остаются довольно низкими. Поэтому цена вот такой повышенной устойчивости это более низкие темпы экономического роста. Вопрос Сергей Александрович. А может быть страхи, они таковы, что, я тут процитирую, начавшийся на Западе зеленый переход может привести к падению спроса на нефть раз 5, при цене барреля 30-50 долларов. Вот этот вопрос устойчивости федерального бюджета может стать уже в начале 30-х годов. Вот может быть к этому готовятся или готовятся еще к порции санкций? Мне кажется, что к новым санкциям не готовятся. Обратите внимание, что последний год, ну, скажем так, или там 9 месяцев с момента инаугурации президента Байдена, никакой активности от российских властей, которое могло бы привести к введению санкций, не видно. Вот как-то вот замирились, затихли под ковром, да, и пытаемся не обострять отношения с Соединенными Штатами Америки. Вот. Что касается бюджета, можно рисовать разные страхи, но мне кажется, что вот сегодня вот этот страх повышения снижения нефтяных цен, ну, это возможный сценарий, но я не думаю, что к началу 30-х годов спрос на нефть и на газ вот упадет так радикально, что, в общем, там, ну, никому они не будут нужны. Мы видим сейчас вот на примере там растущих цен на газ, на уголь во всем мире, да, что энергетика, она действительно попадает в какую-то такую сложнейшую ситуацию, и пока, в общем, найти баланс между экологической повесткой дня и энергетической повесткой дня, ну, даже ведущим европейским странам, пока не удалось. Поверить, что им это удастся сделать за ближайшие там 5 лет, ну, не знаю. Вот там выход из, как вывод из мощности атомных электростанций в Германии, ну, в общем, он потребует их замены какими-то другими видами топлива. И пока там автомобильный парк работает на бензине, самолеты летают на, там, авиационном керосине и так далее. Поэтому я бы не... Мне кажется, что этот страх, он, конечно, можно его нагнетать, но я бы сказал, что все-таки это уже пик потребления нефти, судя по всему, по мировым прогнозам это где-то до 2035 года продлится. То есть это вторая половина 30-х годов. Ну, я сомневаюсь, что сегодня кто-то всерьез рассматривает в России вот такие даже бюджетные прогнозы, бюджетную устойчивость там на 15 лет вперед. Мне кажется, что речь идет о другом. Мне кажется, что вот такая жесткая позиция Министерства финансов в отношении бюджетного правила это вот попытка не дать, что называется, раскачать ситуацию. Мы хорошо знаем, да, что вот если даже в самой крупной плотине и мощной плотине там пропилить маленькую дырочку, то в конце концов вода разорвет эту плотину. И сегодня Министерство финансов удается стоять на страже вот такой позиции, что дополнительных расходов в бюджет не нужно, иначе у нас разнесет всю макроэкономику. Иначе вот мы начнем тратить очень много, начнется перегрев, начнется инфляция, и мы потом не сможем нормализовать ситуацию. И вот этот страх того, что будет, условно говоря, как в середине 90-х, когда инфляция будет там 20% в месяц, это вот тот страх, которым можно всерьез запугать Владимира Путина. Ну, потому что он там в макроэкономике не силен. И вот для Минфина кажется вот эта вот позиция, что вот только так и больше никак, да, это надежная защита. Потому что как только они начнут давать слабину, как только они там, условно говоря, поддадутся давлению Минэкономике и скажут, ну, хорошо, давайте в этом году там не 44 доллара 20 центов, а 45 долларов 20 центов, то в следующем году будет 48 долларов, а потом 52 и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот это вот основной страх Минфина упустить ситуацию из-под контроля. Ну, а дырочек-то нет разве? Вот я смотрю, на БАМе там началось большое строительство, 16 тысяч человек туда уже загнали, там военных и так далее. Вторые пути там под какой-то вывоз угля в светлое будущее строят. Разве это не дырки вот этой СВНБ? Михаил, все правильно вы говорите, да, как говорится, суровость законов российских искупляется необязательностью их исполнения. Да, поэтому дырочку можно просверлить, но эту дырочку может сверлить и контролировать один единственный человек в стране, которого зовут Владимир Владимирович Путин. В соответствии с российским законодательством он имеет право потратить из ФНБ, из Фонда национального благосостояния любые деньги, в любой момент, на любые проекты. Ну, потому что они оформляются не как расходы, а как предоставление долгосрочного кредита, например, или покупка облигаций российских железных дорог, там, низкопроцентных, низкодоходных, да, и вот это его, как сказать, его право, но это уже не бюджет, это идет вне рамок бюджета, и здесь идет отдельная непубличная дискуссия, там, между Минэкономикой, Минфином, там, РЖД и так далее, да, в кабинете Владимира Путина. Но вот эту дырку, да, контролирует лично он. И опять повторюсь, что все это идет мимо бюджета, так, чтобы не подогревать аппетиты других участников поедания бюджетного пирога. Да, ну, кстати говоря, вот есть еще один сюжет, который мы частично затронули, это все-таки ситуация с газом, пока мы тут сидим, газ уже подорожал за 1800 долларов, за 1000 кубов. Хочется понять, что происходит, но я просто цитату не могу не ввернуть из Владимира Путина. Пожалуйста. Нельзя забывать и об устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса. Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика, значит, и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть. Плавный. И у нас, у нашей страны есть точно совершенные все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему здесь приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированные развития и резкие шарахания. Сегодня, как я уже сказал, это хорошо видно на энергии, на энергорынке Европы. Ну вот Кудрин говорит, что завтра, это лет 10-15, России нужно будет приспособиться к этой зеленой экономике. Ну а вот Путин сказал, что истерика и неразбериха. Сергей Хистанов, вопрос. Вы как понимаете то, что происходит сейчас в Европе? Я уже вот вижу, энергозатратные предприятия Европы вынуждены приостанавливать выпуск из-за скачка цен на газ, какие-то производители аммиака и прочее. Может, это вообще какой-то будет финансово-экономический кризис мирового масштаба? Будем надеяться, что до полномасштабного энергетического кризиса, сопоставимого с 1973 годом, дело не дойдет. Хотя стоит обратить внимание на то, что помимо европейского энергетического кризиса, о котором очень много в России говорят, в Китае происходит, наверное, даже гораздо большего масштаба кризис, причем в значительной мере рукотворный из-за довольно жестких экологических ограничений, в частности по квотам на выброс углекислого газа. И несмотря на то, что китайский энергетический кризис почти стопроцентно рукотворный, пока как бы слабину давать они не намерены. На мой взгляд, события в Китае даже более интересны, чем европейские. Но, если говорить о Европе, то там ситуация не так уж и драматична. Да, спотовые цены взлетели, но я напомню, что часть поставок это долгосрочные контракты, цены там в разы ниже спотовых. Во-вторых, если посмотреть, вот очень многие спекулируют тем, что закачка газа в европейские хранилища отстает от прошлогодних норм, действительно она отстает, но это отставание измеряется единицами процентов. То есть какой-то особой драмы пока не наблюдается. Мне кажется, что ситуация чем-то философски напоминает, и даже если графики наложить один на другой, прям очень похоже, ситуация на нефтяном рынке 2008 года. Если вспомнить и посмотреть, как вела себя нефть в далеком уже 2008 году, был такой же стремительный рост, дай бог памяти, максимальная цифра была 147 долларов за баррель, это, я напомню, в долларах 2008 года, с учетом инфляции, сейчас это было бы заметно больше. Соответственно, тогда все строили прогнозы о нефти по 200 долларов, некоторые даже по 300 долларов и так далее. Но существует очень интересный закон, почему-то, кстати, малоизвестный, малопопулярный в русскоязычном пространстве, это закон Саймона. Называется он так в честь американского экономиста Джулиана Саймона, и если его простыми словами сформулировать, звучать он будет примерно так. Труд всегда дороже сырья. Как только появляется какое-то сырье, которое долгосрочно, здесь очень важное слово, долгосрочно, является достаточно дорогим, либо появляется технология добычи этого сырья, какая-то принципиально новая, что сбивает цену, либо появляется инженерно-техническое решение, как дорогое сырье заменить более дешевым. И вот в истории экономики такого рода прецедентов было довольно много. был взлет цен на медь, который привел к тому, что в электротехнику пришел алюминий, который не вполне, но частично медь заменить может, и цены, соответственно, снизились. Ну, и было знаменитое появление на рынке сланцевой нефти, сланцевого газа, которое привело к тому, что цены на нефть и газ снизились. Поэтому, если вот такие сверхвысокие цены на газ продержатся хоть сколько-нибудь долго, то какое-то решение будет найдено. Либо часть газа вытеснится другими видами энергии, либо появятся поставщики газа, которые своими поставками снизят цену. Причем интересно, что вот разговаривая с одним из руководителей нефтяной индустрии в 2008 году, ну, еще когда цены росли, вот в кулуарах он вот сказывал опасения, что вот этот смех к слезам, что слишком бурный рост цен на нефть спровоцирует негативный процесс. Так оно и вышло. На рынок вышло биотопливо, которое не сыграло большой роли, сейчас оно не занимает большого процента на рынке, но позволило ограничить пиковые цены. А чуть позже на рынок вышла технология сланцевой нефти и сланцевый газ. Поэтому вот тут я бы не радовался этим высоким ценам на газ, поскольку чем выше будет цена, чем дольше она продержится на высоких уровнях, тем быстрее будет найдена та или иная альтернатива. Возможно, мы даже еще не знаем, какая. Сергей Иванович, что вы скажете, некоторые считают, что это такая спецоперация Газпрома, итальянская запастовка, так сказать, выполняют обязательства под контрактом, но не поставляют больше, чем могут, так сказать, могли бы и прибавить, и в это же время наполняют газом северный поток. Вы, так сказать, еще и с антиукраинским таким желанием обойти Украину, так сказать, с севера и с юга. Ваш взгляд на проблему? Давайте все-таки не будем говорить, что во всем виноват Чубайс, извините, во всем виноват Газпром. Я думаю, что большая часть вины лежит на европейском бизнесе, на европейских политиках. Но то, что Газпром приложил свою руку к созданию этого кризиса, это совершенно точно. В долгосрочной перспективе Газпром уже больше 20 лет блокирует выход других российских нефтегазовых компаний на европейский рынок со своим газом, что сдерживает добычу газа в России и сохраняет вот это свое монопольное право на экспорт газа из страны. Соответственно, вот это точно совершенно вносит свой вклад в дестабилизацию вообще мирового и европейского рынка газа. В краткосрочной перспективе, конечно, Газпром тоже играет в пользу ухудшения ситуации для европейских потребителей, потому что официальная позиция, озвучиваемая Газпромом и озвучиваемая Кремлем, звучит так. Мы готовы увеличить поставки газа в Европу, но только если вы разрешите нам запустить Северный поток-2. Это означает, что запасы газа или возможности Газпрома по увеличению добычи существуют, но качать газ через Украину или через Беларусь Газпром не хочет, отказывается. Вот запустите Северный поток-2 и будет вам дополнительный газ. Ну, конечно, такой очевидный шантаж и, естественно, Газпром пытается, или там Кремль пытается дожать европейских политиков. Ну, что ж, я сейчас должен по нашему сценарию теперь показать опрос, собственно, вернуться к бюджетной теме, как граждане относятся к планам урезать социально-медицинские расходы и увеличить военно-полицейские. Нужен ли рост расходов бюджета на армию и полицию на 17%? Ну, надо, чтобы страна была сильной. Думаю, что не нужно. Съедает расходы на социалку в первую очередь. Полиции у нас более чем достаточно и, кажется, очень главных управлений разных много. Вот, и, ну, в общем, все из этого вытекающее. То есть, много людей в форме, а меньше тех, кто реально строит экономику. Сейчас достаточно тратится, но при необходимости, возможно, придется увеличить. Возможно, я бы увеличил, допустим, пенсии, тем инослужащим, которые уходят. в запас. Считаю, что нам кто-то угрожает, но мне кажется, сегодняшний мир такой, что, ну, глупо пытаться с кем-то воевать, имея атомное вооружение. Поэтому увеличивать, ну, первое, знаю, смысл. Можно было бы эти деньги направить на более нужные для, допустим, города, городов или страны вещи. Ну, там, допустим, благоустройство территорий. Они сейчас и так достаточно хороши, но, по сути, да, они отвечают за безопасность государства и общества. не надо увеличивать. Потому что надо вкладывать деньги в то, чтобы сделать нормальные трусы, нормальные машины, нормальные, не знаю, что-то для людей. По-моему, на культуру надо. Если затраты на армию в НАТО, в США многократно превышают те затраты, которые есть у нас, с учетом модернизации, которая проводится, и еще осталось, что делать, то соответственно, что на это требуются средства. И на это жалеть нельзя. У нас расходы на оборону, на полицию и на прочие статьи, связанные с ловиками, они очень высоки. При этом расходы на социальные нужды, на образование, на, я не знаю, поддержку экономики и на, даже на трансфер регионов, насколько я понимаю, неадекватные, низкие по сравнению с этим. Ну вот, таковы мнения москвичей о бюджетном процессе. Я успею только Сергею Алексашенко задать вопрос. Сергей Владимирович, вот принимая такие решения, получается, власть ориентируется не на реальные результаты выборов, которые мы примерно знаем, а на те, которые они сами себе нарисовали и вот игнорируют общественное мнение. Это ваш взгляд, как вы видите? Ну, мне кажется, что власть вообще уже давно решила наплевать на общественное мнение и и позиция там Путина, Кремля состоит в том, что если будете возмущаться, мы вам дадим по 10 тысяч, как вот дали перед выборами пенсионерам или 15 тысяч силовикам и вы на какое-то время успокоитесь. Ну, потому что разбираться в проблемах российской медицины, инвестировать в обучение, в переобучение, повышение квалификации врачей, учителей, ну, это так долго, хлопотно, с этим нужно, на это нужно тратить силы, программы, а так дал 10 тысяч раз в полгода и ситуация успокоилась. Поэтому, давайте честно говорить, россияне, им не нравится сокращение социальных расходов бюджета, но из-за этого же никто не выходит на улицу, правда? И единственное, что заставило Кремлю дать 10 тысяч, это, видимо, ну, вот те прогнозы результатов голосования по партийным спискам, где коммунисты и ядро набирали одинаковый процент, да, вот и испуг власти, что можно проиграть выборы, да, поэтому дали денег. А так население молчит и власть спокойна. Спасибо, я благодарю участников нашей беседы. Это экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Хистанов веду передачу Михаила Соколов. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин